Ай, среди миров мерцание светило одной звезды, Я повторяю имя не потому, чтоб я ее любил. Об этом, Роман, расскажите, откуда он появился? Он появился от большой любви к моей жене. История очень такая простая. Мы задумали как-то такую мысль, что сегодня, записывая фольклор, мы не обнаруживаем ничего фактически, чтобы создавалось сегодня. Мы начали думать, как бы заняться тем, чтобы попробовать на себя взять такую миссию, что-нибудь создать фольклорного. Как можно создать фольклорное? Ну как, да непонятно как. Взять, сочинить, обработку какую-то, написать. Не то. Не то, потому что это уже композиторство начинается. Значит, первое условие, с которым мы определились, это доскональное знание языка музыкального, понимаете, да, традиционного. Вот тех мест, которые мы поем. Да, вот прям локально даже. Это первое. Второе. Я не аранжирую, то есть условие было такое, песню. Я не распеваю ее сам. Мы распеваем ее по принципу, по тому канону, который существовал в деревне или в станице, неважно. Я начинаю напевать, прихожу, мы сидим, пьем чай, вот, и дальше начинает рождаться многослойный пирог. Там Нина где-то вынесла там вверх где-то басок там или наоборот там средний бас там какой-то вот появляется. И таким образом мы придумали, ну, какое-то количество таких вот песен. Это было очень, очень авантюрным. Потому что когда мы приехали на фестиваль на какой-то, да, и вот осмелились это показать, мы не знали, как это примут. И вообще, вы понимаете, имеем ли мы право на это? Ведь мы же все, в первую очередь, чем занимаемся? Мы сохраняем старое, да, мы как бы его транслируем, вот, самое яркое, самое лучшее, да. А тут новое. Ну и вот эта идея вот подобного рода эксперимента, она, в общем-то, оказалась достаточно удачной. Вот, просто мне кажется, я в этом как-то убеждаюсь с каждым годом, хотя в чем-то, наоборот, скажем, от чего-то отказываюсь, от каких-то идей, вот, что фольклорная среда молодежная, ну, не только молодежная, это та среда, которая способна создавать и должна создавать что-то. Сегодняшнее новое. Сегодняшнее новое, да. Но здесь я говорю, здесь это очень тонкая грань, знание и чувство вот этого стиля, что ли, да, если это можно сказать. А вот вы, в принципе, ориентирулись вот когда среди миров на какую традицию ориентировались? Да, ну, вы знаете, у меня очень четкое было понимание, что так бы спели, например, ну, вот, где-нибудь на Кубани, вот, у казаков, вот, по многоголосью своему, там, да, я, ну, ориентировался на какие-то такие определенные традиции, как бы, да, которые, вот, ну, близки, как бы, этому языку. Ну, вот, как ни странно, вот, как-то мы начали, ну, получаться что-то начало уже, да, то у нас получилось две таких ветки, как бы, да, с одной стороны, это распевы в таком донском ключе, который очень, как бы, ну, нам близок, в котором, да, и второе, вот, несколько таких вот вещей у нас получилось, вот, Тючев и среди миров, это вот в таком, ну, в другом типе многоголосья, скажем, да, в таком вот более, 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 наверное, там, кубанском, каком-то, да, вот, с таким низом, с, ну, есть ориентиры такие, которые, вот, ведь мы же не только Дон изучаем, да, мы же, конечно, не можем обойти, там, ту же Червленую, например, и знаем, знаем эти песни, и хотя, хотя принцип наш такой, что мы не поем все, вот это тоже очень важный момент, все в смысле, вот, когда мы начали, помните, я начал разговор с того, что пели «Казачий круг» и «Бузулук», замечательные коллективы, вот, то потом, как бы, ну, мы могли пойти дальше, ну, поклепить весь репертуар, там, какой-нибудь еще коллектива, там, ансамбль «Станицы», там, и всего остального, да, это определенный, как бы, этап, через него любой фольклорный коллектив должен пройти, но дальше, это дальше вопрос, вот эти сливки, которые уже и так, ну, я имею в виду сейчас что, имею в виду те песни, которые уже проверены временем, они являются хитами, такими, знаете, вот, казачьими хитами, общифольклорными, можно всю жизнь петь их, они самодостаточны, прекрасны, но ведь наша задача вытащить, вот, вытащить что-то такое оттуда, кто еще не знает, не слышал, может быть, да, вот, ничего подобного, и раз это исполнить, причем исполнить так хорошо, чтобы это действительно пошло в народ, чтобы сказали, вот, да, так хорошо поют, что мы тоже так хотим, вот, ведь, вот, очень важно, поэтому тут вариант, вариант не может быть, а бы как, здесь вариант только хорошо, хорошо и глубоко. Ваш такой вот характерный жест рукой во время, это откуда вы взяли? Ну, приглядывая за стариками, за казаками, за некоторыми казаками, конечно, берешь некие модели, естественно, поведенческие, ну, как же, ты же учишься, ты же учишься не только песням, да вообще, если учиться только этому, то не нужен вам фольклор, ни к чему это все вам. Там интересно, когда вы сидите за столом, вот, и бабушка вдруг начинает рассказывать вам какую-нибудь историю про свою маму, как к ней однажды пришел Николай Угодник в войну Великую Отечественную, ее спас от задуманной гибели ею. И эта история, она, вот, открывает какие-то такие вещи, почему так они поют духовные стихи. Ну, потому что человек, который вот это, как бы, пережил, который понимает, ну, и знает, и так это глубоко чувствует, он не может по-другому делать. И вот опыт должен быть. В пении должен быть не только вокал, не только техника. Вот, должны быть старики за вашей спиной, я об этом всегда говорю, должны стоять старики во время пения. То есть, вот, те, те ситуации, те люди, когда я закрываю глаза и играю там на балалайке, например, да, то я играю ту музыку, которую я взял, принял, вот, там, старика, который сидел на заваленке там, да, мы с ним пили чай, он мне рассказывал свою жизнь, и вот это все, во время игры, вот это все. Не просто, не просто ноты, не просто даже аудиозаписи, а вот именно это все и создает какие-то такие внутренние процессы, которые и для меня, например, являются ключом ко всему. То есть, вот, верю или не верю, вот я знаю, что человек этот поет, и я слышу, что он тем опытом, вот, он с ним связан. А вот этот поет, я понимаю, что у него связь вот эта вот потеряна, и тогда это не настоящее. Там тембровые какие-то краски другие, там много всего. Но это на таком, каком-то очень глубоком слуховом уровне. Старики, увы, уйдут. И останется только город. В таких условиях все-таки вот это возможно? Жизнь полноценная, фольклорная традиция. Я хочу сказать, что, во-первых, мы отодвигаем каждый раз вот эти границы 20 лет, 30 лет, мы говорим. Слава Богу. В 90-х годах об этом, да, и потом мы поедем записывать. Уже сейчас записываем частушки, а потом анекдоты, наверное. Вот, вполне возможно, да. И вот, слава Богу, что у нас есть какие-то зазоры, и, может быть, это достанется еще и нашим детям, и немножко они зацепят, да. Ну, пускай другого, не того, что мы захватили, да. Вот, но ведь дальше что? Дальше то, что ты... Это такая страшная штука на самом деле. Вот для меня сейчас, например, это страшно. Ну, я понимаю, что дальше я. Вот, это знаете, когда отец уходит. Ну, ответственность. Из родных, да. Кто-то из родных, близких. Вот, вы понимаете, что дальше вы. От этого жутко становится. Но это неизбежность. И нужно понимать, что дальше ты. Дальше ты идешь. Ты поднял это знамя, как в песнице «Сырой земли», да, и понес его дальше. И твоя миссия нести его высоко. Вот. И за тобой люди пойдут, если ты будешь делать это честно, если ты будешь это делать качественно. И если ты будешь этим жить, да, здесь даже нисколько в таком-то ключе техническом таком. Чтобы за собой вести, определенные, конечно, должны быть лидеры. Имиджевые коллективы, как я их называю. То есть, как здорово, когда ты приезжаешь в какой-нибудь, там, город, например, в Воронеж. И ты знаешь, что там есть имиджевый фольклорный ансамбль, да, который прекрасно знает то, чем он занимается, прекрасно владеет традицией. И ты знаешь, что за этим коллективом очень многие, очень много молодежи пойдет. И вот, если мы каждый в своем, в своем городе, вы говорите про город, сделаем что-то подобное, то, мне кажется, у нас все получится. Не надо стремиться к этой идее, такой утопической, на мой взгляд, и мысли, что завтра все запоют фольклор. Не запоют. И пока это может быть кулуарно, вот так вот где-то, да, в таких вот больших каких-то вот наших масштабах страны, все равно кулуарно. А может быть поэтому, вопреки всему, мы существуем и являемся хранителями вот этого подлинного чего-то. Да, мы, да, в определенной степени. И мы должны дальше что-то с этим делать. В семью, в первую очередь, в свою семью, в детей, то есть вокруг себя. А если у тебя есть возможность, то еще и в детей своих друзей, еще и в самих друзей, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. То есть насколько тебя хватает. Ведь кто-то сеет, знаете, вот идет там, да, у них там 15 составов, 20 детских коллективов. Ну, я смотрю на таких, конечно, я просто, ну, диву даюсь и преклоняюсь перед такими людьми, да. Они сеют, среди этого много не прорастает, очень много не прорастает, но единицы все равно какие-то раз, и уже вот он, полноценное сообщество понимающих, знающих глубоко традиционную культуру, то место, где эти люди живут, да. Вот, а кто-то сосредоточился на каком-то таком маленьком коллективе, ансамбле, там, не знаю, семье. И это тоже, и это тоже хорошо. И это путь, и это путь. Но мы должны быть видны сейчас. У нас все для этого есть. У вас есть камера, у меня есть возможность. У вас есть песня. У нас есть песня, возможность оказаться там, да, где-то вот увиденными. И для чего? Вот это тоже очень важно понять. Если вы ставите цель перед собой делать известным себя, а не фольклор, ну и нетрадиционную культуру, то вы погорите. Потому что это не та стезя, не надо сюда. Если вы снимаете сегодня видеоролик для того, чтобы сделать популярным, как бы, да, вот ту песню, там, тех бабушек рассказать про них, как-то, да, заразить этой идеей самой, этой культуры, то, вот, наверное, это путь такой вот, ну, правильный. Потому что, ну, сейчас это, конечно, бесконечный способ, да, в том числе и стать известным, знаменитым. Нет, конечно, мы все, все хотим. Но рупор должен работать на другое. То есть он должен быть просто хорошо делать, знать, как это делать и быть видимыми. Мы не можем запираться. Не можем, потому что... Знаете, почему не можем? Потому что мы несем эту культуру дальше. То есть мы не можем, мы не имеем права эту культуру на себе зациклить, понимаете? Вот я знаю 200 песен, например, да? Вот, и дальше вопрос лично ко мне. Имею ли я право с этими 200 песнями уйти, да? Либо я должен эти, ну, хорошо, не 200, не важно, 10 песен, 50 песен, не важно, передать дальше, чтобы мои дети их пели, там, чтобы дети моих друзей это пели. Вот в этом, если вы только отвечаете на этот вопрос, что я никому ничего не должен, вырушите все. Вырушите основной принцип передачи преемственности традиционной культуры. Вот да, из уст в уста, вот таким образом передавайте. Не надо много на себя взваливать. Что-то там где-то... Я не сижу с детьми, с вами у меня два сына, я не сижу с ними, не пою им каждый день казачьи песни. Ты вообще мало пою. Ну, им и так хватает на репетициях, на наших, это все слушать, на наших спевках, на наших праздниках. Ты так хватает, зачем? Я не тяну. Но я знаю, что ребенок мой, который вырастет, да, возможно, я не исключаю, он не будет петь этих песен и будет заниматься другой музыкой или не музыкой совсем, да, дай бог. Но важно, чтобы знал цену и понимал, что это важно, что это мое, искренне мое, и этим гордился. Вот, наверное, это важно, а остальное, ну, как бы, ну, как пойдет, не знаю. Нам 17 лет уже почти, да, 17, и мы до сих пор не записали своего альбома, диска своего, со своими песнями. Да для нас, конечно, очень хотелось бы осуществить данную миссию, когда-нибудь мы обязательно это сделаем, но важно, да ну, если бы хотели, потому что давным-давно записали бы, уже 50 дисков этих. Значит, не так важно. Значит, наверное, на текущий момент времени не так важно. Сейчас важно нам по разным фронтам двигаться. Вот, например, создание, открытие центра в ближайшее время для нас это очень важно. Это то место, где мы будем собираться, хранить наш архив, и это очень здорово. Мы сейчас на это очень так сосредоточились, на это дело, и много в него сил вкладываем. Мы работаем с Борисом Вадимовичем Березовским, у нас есть несколько интересных проектов тоже с ним. Мы хотим сделать хороший методический диск по бытовым танцам, по казакам. Вот, и обязательно его реализуем, потому что очень много материала собрали. По инструментальной музыке моя мечта сделать тоже наигрыш, балалайшный наигрыш, который, к сожалению, так мало записано. Но, как бы, эта традиция существовала, и хотелось бы немножко поговорить о ней, о инструментальной музыке у казаков. Ну, я имею в виду тех мест, про которые вот, где мы записывали и писали, про которые я говорю вам, да. Алексеевский, Новоанинский, Кумыжинский район. Вот, хотелось бы придумать такую форму, чтобы песня казачья, чтобы она не казалась такой недосягаемой, сложной. У нас есть несколько идей, мы попробуем их реализовать, я пока не буду сейчас говорить, что это за идеи. Но, если они получатся, то, возможно, это даст какой-то новый толчок к разучиванию казачьей песни. Потому что, если вы не специалист, если вы не выпускник какого-то там института или училища, да, то и не имеете большого слухового опыта, опыта певческого в фольклорном ансамбле, например, вам крайне сложно взяться. Вы слышите эту красоту, вам очень нравится, но вы не знаете, как это сделать, как разучить эту песню. Мы думаем о каких-то формах, которые позволят простым людям совершать. Через мастер-классы. Вот, ну, сейчас, может быть, это не совсем даже мастер-классы, нет. Это какие-то такие видео методические, которые бы позволили, ну, при желании, опять же, при мотивации какой-то этот вопрос изучать. Вот. Огромное количество идей и планов, я думаю, что мы их обязательно реализуем. Здесь каждый, фактически, каждый человек на фотографии – это мастер, это человек, который нам не просто дал какую-то там информацию или песню, это вот люди, которые повлияли на многих из нас, потому что сейчас, ну, вот, например, из села Сургут, поселка Сургут, например, замечательный семейный ансамбль Содома, вот эти бабушки, вот они стоят. Вот репертуар, их репертуар поет большое, огромное количество коллективов сейчас фольклорных, да, и потрясающие совершенно песни. Вот упоминали вот об этих бабушках. Да, да, да. А это замечательные, дорогие, мои любимые бабушки из села Давыдовка. Вот все всегда спрашивают, что это, вот родовое село, откуда, Андрей Михайлович, вы? Я говорю, нет, просто мне так повезло. Это первая моя экспедиция вообще, в принципе. Еще когда учились, да? Да, еще когда учился, и там было записано огромное количество песен, изданы в дисках, нотные сборники тоже. И в вашем репертуаре тоже есть, да, соответственно? В репертуаре нашем конкретном, ну, знаете как, мы знаем эти песни. Если говорить про Вольницу, но мы их не поем так только между собой где-то. Вот, а вообще в репертуаре фольклорных ансамблей других, которыми в том числе я руковожу, вот есть эти песни, конечно же. А вот этот дядя Валя, Царство Небесное, гармонист из села Усинское Сызранского района. Когда я его первый раз увидел, играющего на гармошке русского строя, гармошка Венка, вот такая редкая сейчас, таких гармонистов уже не осталось у нас в области. Вот, я, честно говоря, так поразился, что понял, что вот, например, хромка гармошка, она не такая яркая, не такая интересная. И начал осваивать вот этот инструмент, потрясающий совершенно инструмент, его припевы, он еще поющий был гармонист. И вот совершенно такая волжская манера с вытягом, с таким удивительным совершенно. Количество частушек, которые от него припевок было записано и песен, ну, там тысячами, там, я не знаю, огромное количество было собрано. Вот, например... А вот на гитаре, вы сказали, кто-то играет. Да, это замечательный поселок Красный Яр, это поселок городского типа. Прям буквально перед отъездом приходит бабушка, ну, такая пожилая женщина, бабушка ее даже не назовешь. Вот, и она говорит, что я игрой на семиструнной гитаре, вот, романсы пою с дочкой. И начала эти романсы петь, мы, просто это было открытие для нас на семиструнной гитаре. Она учительница, очень образованный такой человек, который своей дочкой огромное количество романсов напели нам. И вот на семиструнной гитаре, ну, ее перед отъездом записали. На таком инструменте сейчас, ну, фактически уже не играют, хотя она была очень распространена. Вот. Ну, или вот дедушка из Осиновки тоже, которого мы могли не записать. Мы записали в этом селе, да ничего мы там не записали. Там старинный храм, такое очень старое село, красивое. И как-то нет ничего, все уже как-то забыто. И тут нам говорят, да, ну, наверное, вот еще там, вот, 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 там тот такой-то, такой-то. Ну, вон, на гармошке играет, вам это неинтересно будет, наверное. И мы приехали к нему, и это было открытие на Саратовской гармошке. Таких записей у нас вообще почему-то не случилось. Вот. Их очень мало. Хотя тоже было когда-то, ну, мы не успели, видимо. И вот он нам начал местные переборы играть, местную музыку. И вот он на крыльчке своего дома, там супруга его здесь с краешку припевает, припевает, сидит. И, в общем, сейчас не знаю, наверное, уже его тоже нет. Он очень плохой был в последнее время. А я не звонил, не успеваешь со всеми созвониться, со всеми, вот, поэтому какие-то вести приходят иногда очень неожиданные, такие очень, очень, очень печальные. А вот, вот этот дед, например, нас учил не просто играть на балалайке, а и делать эти инструменты. Он подарил нам в музее несколько инструментов, вот, и самодельный, такой вот очень рукастый, почти уже слепой. Вот, у него умерла бабушка, он пошел в лес и срезал себе там, значит, несколько деревяшек из них, начал делать балалайки. Вот, и нас научил делать, и мы как-нибудь обязательно этот инструмент сделаем. Ну, вот последнее вам расскажу про удивительную мордву, которая живет в наших селах в Самарской области. Вот это вот село Васильевка. Мордовский коллектив совершенно потрясающий. Русские песни, помимо своих мордовских песен, это еще и русские песни, которые хранятся в их памяти. И в таком качестве, в таком количестве, что просто поражаешься. Они сами говорят, редкая мордовка пройдет мимо хорошей русской песни. Но вот это село, наверное, одно из таких самых удивительных мордовских сел, потому что мы приехали к ним. Они где-то там на границе с Татарстаном, под Лесной Андреевка, Шанталинский район. Вот, группа наша приехала, и вечером по возвращению нам рассказывает, говорит, «Слушайте, мы там такое записали». Говорю, а что такое? Говорит он, у нас мы записали хороводы. Восемь хороводных песен. Как это так? Ну, это совершенно невозможно. Ну, там одна-две там может быть. Ну, и то, это большая удача. А тут восемь. И мы едем к ним, и вот эти вот женщины, они сохранили троицкий обряд и полностью хороводный цикл в количестве там 16, по-моему, в итоге песен хороводных. Мы от них записали, и вот эта замечательная женщина, тоже учительница, их руководитель, она в 90-е годы еще нашла где-то камеру и записала, как эти исполнительницы ходили на троицу, провожали весну, проводы весны там, да, там, значит, обход дворов там с этой березкой, потом там, значит, вождение хороводов в определенных, в определенных местах. Это что-то потрясающее совершенно. И вот мы, причем это был, по-моему, если не ошибаюсь, там какой-нибудь 19-й год, что ли, там, вот, ну, совсем недавно, может быть, 18-й. Ну, то есть, фактически, вот совсем недавно, и мы нашли вот в такой сохранности вот такой вот удивительный совершенно обряд. И самое главное, мордовки, поющие русские песни, русские, то есть, русские хороводные песни, которые они когда-то, видимо, где-то от русских, ну, услышали, научились, потом это все как-то вот по-своему начали, у них же, ну, свое мелодическое какое-то там восприятие, да, ощущение, и вот они, не так скажу, вот эти бабушки, они уникальны тем, что сохранили русские песни среди прочих мордовских своих, хороводные песни, но, как бы, интерпретируя их, да, по-своему, да, пропуская через вот эту мордовскую мелодику какую-то, и они получились какие-то совершенно потрясающие, самобытные, и вот эта подлесная Андреевка, вот, ну, вот можно красиво еще показать вот эту девушку, зовут ее Восема, это село Назаровка Клявлинского района, там татары крещены, крещеные татары, мы записали тоже потрясающие совершенно обряды и песни, и танцевальные, вот этот костюм старинный, который сохранился у них, вот наша одна из участниц экспедиции, вот в этом потрясающем совершенно костюме, вот мы ее сфотографировали, то есть, как вы понимаете, что это, это не только песня, это и музыка инструментальная, вот на Тальянке, например, татарский гармонист играет, это, там, да, там, вот эта бабушка нам Кадыль рассказала, и в спух Весневского района, как танцевать, перед отъездом мы стоим, там наша машина стоит, мы здесь с камерами, она нам рассказывает от и до сложнейшая там форма, как бы зеркало Кадыль называется, как ее танцевать, мы нигде не могли записать, она единственное, последнее такое ощущение, что она нас ждала для того, чтобы нам отдать, вот мои любимые бабушки из села Федоровка, Богатовского района, песни такой красоты я не слышал больше нигде, особенно лирика, вот обрядовые песни троица, вождение коня, на троицу они там ходили с конем, с этим там был целый обряд, но это отдельно по каждому исполнителю, по каждой, вот была лайка, которые тут нам подарили, это Чувашское село, например, Чикаренко, да, нам подарили, была лайку самодельную, тоже вот эти замечательные люди, то есть по каждому можно рассказывать часами, и это все люди, которые очень много нам передали для того, чтобы, ну, наверное, мы сохранили это все, и не посмели это забыть, а как-то придумать так, чтобы это все работало дальше и транслировалось, и не придалось забвению, вот что самое главное, поэтому все тут уже у нас, наверное, дальше. Ай, вы не кладите меня в землю сырою, Ну, приобщение к вольтверу у меня началось достаточно поздно, Вообще, я заканчивала музыкальную школу по классу фортепиано, ничего, мне кажется, сверхъестественного или удивительного, в нашем классе, мне кажется, половина учеников так или иначе учились, ходили, бросали, музыкальную школу это было очень распространено, что ли, у меня всегда на пианино играла мама, ей это всегда нравилось, романс это было ее любимое, ну, и до сих пор является любимым, мне кажется, жанром, домашнее музицирование, вот, все в таком ключе, но не фольклор, так как наши бабушки и дедушки жили далеко, мама у меня из Пензы, там же я родилась, Мама у меня, да, из Пензы, там я родилась, а отец у меня из города Славгород, это Алтайский край, он приехал сюда в Куйбышевский авиационный институт учиться, То есть у вас Алтайский, корни Пензиевские? Да, они познакомились здесь во время студенчества, и здесь остались, так получилось, и так как бабушки и дедушки далеко, то передать нам не было от кого, более того, они все городские, то есть из них не было, так уж прямо сказать, деревенских жителей, ну, может быть, в детстве, в юности, там, в молодости, да, но не в то время, как я их помню, поэтому фольклор у меня был достаточно далеко. То есть через классическую музыку у вас началось? В институте! Да, ну, понятно, через тем не менее музыкальную культуру, уже серьезную такую, да? Ну, да, мне оказалось, я первое впечатление сейчас вот свое вспоминаю, для меня это вообще было новостью, что это существует. То есть вы уже отучились в институте, да? Ну, да, ну, то есть к тому, что, даже не к тому, что это существует, а к тому, что это бытует, и бытует до сих пор. Это какая-то другая реальность, что ли. То есть ты всю жизнь живешь в городе, родитель строительства из города, это немножко другой мир, он никак не соприкасается, да, с деревней, с фольклором. Но, когда я была маленькой, значит, мама настояла на том, чтобы мы купили дом в деревне. И мы купили, ну, мы, они купили дом в деревне, в Приволжском районе, здесь вот недалеко, в деревне Обшаровка. И мы уезжали туда на все лето, так как родители у меня, преподаватели и высшей школы, у них длинный отпуск. У нас была возможность, мы жили, так сказать, все лето на молоке, на речке и на молоке. Так сказать, для здоровья это было удобно. Но там такой фольклорный артур. И сказать, что да, что какое-то вот прям сильное бытование фольклора я уже не застала. Это был единичный случай. Но я помню нашу соседку, Тамару Филипповну, она до сих пор жива. Это потрясающий кладезь разговорный. Да, они могли с Любой что-то спеть, они могли вот что-то позднее, да. Это как сейчас я уже понимаю, что это позднее. Но ее речь, ее обороты, ее какие-то слова, ее фразы, это извлекает. От нее невозможно оторваться. Причем она очень харизматичная, кудрявая, рыжая женщина. То есть для времени это бестия какая-то. Она очень активная. Но слушать ее не переслушать. Это она потрясающая. Это такое первое было знакомство. Да, да. Мне кажется, это вот сейчас вот первое такое знакомство. Да, и потом вот все-таки уже... А потом уже в институте мне казалось, что я так красиво никогда не смогу спеть. Это вообще мне казалось, что это очень сложно. Очень сложно. Потому что это невозможно сразу, имея музыкальное образование, это сразу невозможно разложить на отдельные звуки, на какие-то голоса, на партии. Это нечто общее, это нечто единое. И понять это быстро не получается. Поэтому я сказала, что да, это так здорово, так красиво. Но мне так никогда не получится. У меня было такое первое впечатление. Ну, в вольницу теперь как вот вы попали? В институте познакомились на каком-то из мероприятий нашей Академии культуры и искусства, как у нас Академия частенько проводит какие-то мероприятия, участвуют где-то, да, творческие всякие объединения. Поэтому поставил. Ну, у нас много творческих людей, да, в Академии в принципе. То есть это и танцующие люди, и декоративно-прикладное искусство, и поющие. Вот вы окончили по классу пианино, да? Нет, там-то всё дело, что у меня специальность вообще не творческая. То есть я, как закончила музыкальную школу, мне предлагали у педагоги очень настойчиво пойти в училище. Но я подумала, что нет. То ли я поленилась, то ли мне... Я подумала, что ну это как-то не моё. Ну школу ладно, на училище. Почему-то я подумала, что ну как-то это не нравится, что ли. Какая-то перспектива меня не радовала, поэтому я не пошла. И поступила на обычную специальность. Я информатитехнолог в социокультурной сфере. У нас тогда была такая специальность, сейчас, наверное, её нет уже в нашей академии. Мы занимались разработкой сайтов для кинотеатров, записью электронных архивов, составлением баз данных. То есть это технологии, которые применимы в культуре. Да, очень много там звуковиков, да, так сейчас как это слово такое называют, да, кто занимается монтажом видео, вот все эти программы, приложения. Вам сейчас приходится всё-таки заниматься не музыкой в основном? Да, сейчас я работаю у бухгалтера. На данный момент уже давно, лет восемь. Что труднее всего у вас получалось, когда вы начинали? Когда я начинала, мне сложнее всего было с диалектом, потому что гармонически-то я понимаю, то есть да, там два, три, пять раз, десять ты прослушаешь, то есть вычленить голоса-то можно, потому что слух-то есть. Но с диалектом это сложно, потому что мне было очень сложно это произносить, даже не то, чтобы петь. Потом это тяжело делать на расстоянии, то есть это же не наша традиция, она здесь не бытует. Да, долго приходилось. Потом что ещё сложно? Ещё сложно тембральные краски найти, которые характерны для этой конкретной традиции. Потому что, ну понятно, что все мы разные, да, кому-то что-то ближе, кому-то что-то нравится, не нравится, все по-разному. Но когда ты попадаешь в коллектив, должно же быть общее звучание, то есть ты не должен быть гвоздём, ты не должен быть мышкой. То есть да, понятно, что у тебя в чертах характера может быть и есть это, да, но тем не менее, то есть ты должен к какому-то общему знаменателю стремиться. Вот это вот сложно. Это долгий путь. Но мне кажется, это не только мне сложно. Я не думаю, что это только моя проблема. Мне кажется, это проблема всех начинающих исполнителей, кто именно в фольклоре поэт. Мы как-то анализировали, сколько лет нужно ансамблю, да, либо исполнителю, чтобы, ну, дозречь только как-то в определённой степени. Мы определяли, что где-то лет через пять только всё начинается. Тогда, ну, годам к десяти уже вот что-то слышно. Вот. Ну, лет в пятнадцать, наверное, это уже похоже на традицию. Ну, лет через тридцать, возможно, это станет традицией. Какое самое яркое впечатление от экспедиции у вас было? Самое яркое впечатление? На данный момент я вспоминаю эпизод один. Когда мы приехали в экспедицию, это был город Новоанинск. И тогда была жива Надежда Яковлевна Сотникова. Это дишка, то есть верхний подголосок, ансамбль «Казачья удаль». А вам-то как раз надо было его осваивать. Ну, мне как раз надо было, во-первых, её осваивать, поэтому мне было, в принципе, интересно за ней ходить, как хвост, и слушать, что она делает. И у неё спрашивали, и советовали. Да-да-да, и после того, как... Это был камышенко, может быть, или что-то из семинаров каких-то, то есть каких-то мероприятий, фестиваль, возможно. Я сейчас не помню, как он конкретно назывался. Но после дневных, так сказать, вечером, было, ну, как гулянка, что ли, если назвать её. То есть со стола мы что-то праздновали, общая трапеза, да, какая-то... Застолье. Да, застолье. И уходя с застолья, она сказала такую фразу мне «Всегда берегите один одного». И я вот до сих пор сейчас вспоминаю. Мне кажется, спустя 10-15 лет это обретает вообще другой смысл, более ёмкий, что ли. И она говорит «Всегда, всегда берегите один одного, никогда не теряйте». То есть, и вот эту фразу я вспоминаю, мне кажется, это самое яркое впечатление. Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как произошло ваше знакомство с замечательным пианистом Борисом Березовским. Мы подали заявку на фестиваль-конкурс «Музыка земли», прошли отбор. Нас пригласили в Санкт-Петербург для того, чтобы пройти очное прослушивание. Там, в общем-то, мы познакомились с ним очно. Ну, это величина в нашем мире, мне кажется. Мне радостно, что мы знакомы и что мы современники. Такое неожиданное внимание к вам, к представителям фольклора. Чем вы объясняете? Потом, впоследствии, когда мы с ним разговаривали, он объясняет это тем, что когда он жил очень далеко, не в нашей стране много лет, ему этого не хватало. мне кажется, отчасти он и вернулся в Россию жить, потому что ему, ну, не то чтобы грустно, ему там тоскливо. То есть ему этого не хватает. А еще ему не хватало ансамбля «Вольница». Может быть, так случилось, что мы попали друг в друга. Ну, в творческом плане, да, в человеческом каком-то плане. Причем я не могу сказать, что он обходит стороной какие-то другие хорошие коллективы. Ну, прежде всего, фольклорный все-таки вы нарядились. Фольклорный ансамбль «Воля», город Воронеж. Но больше все-таки известно ваше сотрудничество. Потому что мы сделали программу и ездили с ней достаточно долго. Поэтому она на слуху. А он первый предложил? Или вы ему предложили сотрудничество? Кто первый? Мне кажется, это его, наверное, инициатива. Мы так не осмелились бы ему предложить сотрудничать. То есть вот такое вот чередование сольного его исполнения и потом вот ваша песня. Программу «Времена года» имейте в виду. Ну, да. Ну и вообще как бы сам принцип. Этот принцип, он родился уже в процессе работы, когда мы думали, как бы это вообще могло выглядеть. Либо одно отделение полностью фольклорное, другое полностью классическое. Либо чередовать. Да, либо чередовать. Как бы это могло. Как бы это лучше слушалось. Как бы это показать понятнее, красивее, то есть ближе. И подумали, что так будет лучше. Так будет удачнее всего. Музыка — это такое пространство, где у каждого с каждым есть точки соприкосновения. И как говорила моя учительница в классе по фортепиано, никогда не знаешь, где постережет тебя музыка. Может, в филармонии, а может быть и так, в трамвае. То есть никогда не знаешь. Поэтому я думаю, что для музыкальных людей и инструменталистов, и вокалистов, и клавишных инструментов разных направлений, и джаза, всегда есть точки соприкосновения. Вопрос — хотим ли мы работать, чтобы это показать? Хватает ли нам идей каких-то творческих? Интересно ли это слушать? Уместно ли это? Готовы ли это публика воспринимать? Все же такое сочетание классической музыки и фольклор, требующие разного восприятия все-таки. Сам Березовский, он эту трудность понимал вообще? Ну, это была авантюра. По большому счету, это, конечно, была авантюра. Потому что так никто не делал. Это новаторство в определенной степени. Потом совершенно было непонятно, как филармоническая публика, которая чаще всего ходит на его концерты, воспримет фольклор. То есть мы рисковали тем, что люди могут встать и уйти. Но, к счастью, этого не произошло. То есть эксперимент оказался очень удачным. Только не только Борис Березовский соскучился по фольклору, но и публика, которая ходит на его концерты. Дело в том, что публика филармоническая, как оказалось, очень восприимчива к разного рода музыке. Это, может быть, для нас стало новостью, а им, может быть, хотелось этого отчасти иногда. Да, это эксперимент. Но он удался. Конечно, обидно, что это уходит, что исполнители уходят, что какие-то традиции нарушаются, что-то теряется, уже что-то забывается. Уже никто на свадьбе себе восковые веночки не делает. Все едут в ближайший свадебный салон. Конечно, жалко, но это определенная эпоха, это леха, это наша история. Крым это возьмет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok